Уверовал я в 92 году, в августе мне было 19 лет. Я не был плохим, так скажем, не участвовал, не привлекался. Но был таком, скажем, в общем положительным, чуть лучше, чем другие, которые участвовали, привлекались и пробовали. Я ничего не пробовал, слава Богу. Ну, может быть, я пробовал, да, но я не увлекался. Бабушка у меня была верующая, и мы очень уважали свою бабушку, и она всегда говорила, я молюсь за вас. Мы с ней молились, я научился молиться вместе с ней. Бабушка очень была серьезным авторитетом для нас, для всех внуков. И она подарила нам Библию, чтобы мы ее читали. И когда мы приезжали в гости, она всегда спрашивала, ну что, Сережа, ты читал Библию? А бабушке врать, вот кому угодно мог соврать, бабушке вообще не мог. И мне стыдно было, и поэтому, когда я со школы приходил, я так открою Библию, там два стиха прочитаю, оп, все я сделал. И когда я приезжал, я так делал каждый день. Когда я приезжал, она спрашивает, ты читал Библию? Я говорю, да, читал. Ну, я же и читал. Хотя я бывало, что читал и главу, вроде когда читаю, вроде как будто что-то понимаю, но как только закрыл, ничего в голове не оставалось, вообще ничего. Ну и пытался найти в Библии, мне казалось, что там есть что-то такое, какой-то такой секрет, я и там почитаю, я и здесь почитаю. Ну что-нибудь такое, но так секрета не нашел на тот момент. И потом, ну как бы ничего такого у меня плохого не случилось, все было хорошо. Я считал себя верующим, я, будучи невозрожденным человеком, я рассказывал, мы там, в то время мы тогда часто по подъездам собирались, общались там. Ну, маленько все по-другому было не так, как сейчас, ровесники, они знают, о чем я говорю. И я рассказывал о Боге, всяких страшилок там, про ад расскажу, а мне бабушка всякие кассеты ставит, я там наслушаюсь. И им, а они, девчонки, пищат, провожайте нас, боятся там, а я про вечные муки и страдания, там, сам невозрожденный, как, я считал себя верующим, но я не был возрожденным. Я молился Богу, Бог отвечал мне на молитвы, это все было. И потом, где-то года три с половиной, мы вместе с бабушкой, не каждое воскресенье, но раз в месяц это точно, мы ездили в церковь на 12-ю Марьяновскую. Она там была членом церкви, и там папа возил на вечер, и она говорит, а что ты детей с собой не берешь? Ну, и мы ехали. И вот сколько себя помню, вот придем, только собрание начинается, и все, сон глубокий нападает. Такой силы сон, ты не можешь ему сопротивляться. Но как только собрание закончилось, ведущий сказал, аминь, сна нету, ты выходишь, ты спать не хочешь. И вот мы с отцом, у отца такая же, вот мы сидим, мучаемся, то он клюет головой, я его толкаю. Ну, неудобно тут как бы смотрят, у нас так еще места такие боковые были, что нас видно. То если я клюю, он-то меня щиплет. И вот мы так смиряемся, выждем это собрание. А потом собрание заканчивается, меня эти мужики все обнимают, я ничего не могу понять, что они хотят от меня. А мы ходим уже давно, и нас считали, что мы верующие, откуда-то с деревни приезжаем. И потом я считал себя верующим, и вдруг я в Библии наткнулся на такой стих, что неправедный и Царство Божие не наследует. Я вдруг понял, что я не все делаю хорошо. Я вдруг понял, что, наверное, он меня туда не возьмет к себе. И тогда я напугался, что делать. А я был уверен, что я буду жить с Богом после смерти. Чего бояться, надо верить, хотя сам не был рожден свыше. Я просто это знал, и я как бы верил в это, но у меня не было ни молитвы покаяния, ни признания. Я жил, как хотел. И потом я стал думать уже, что делать, как. И я уже стал ходить на Звездово у нас, как раз нам вернули это здание. И познакомился там с верующими. И говорю, вообще, что, как? Ну, мне рассказали, Александр Иванович Шарф, кстати, самоседовал, ты его знаешь. Я понял, да, что мне нужно покаяться. Я видел, как это делают дома. Думаю, надо попробовать. Я давай просить прощения. Попросил прощения. Ничего не происходит. У всех все происходит. У меня ничего не происходит. Думаю, наверное, пожалуйста. Я и пожалуйста. Я и на колени. Я, Господи, ну что мне сделать? Прости меня, прошу. Ничего не происходит. Думаю, ну все, наверное, вообще великий грешник. У меня нет прощения. А может, он меня простил, да или как? Я это пойму. Я уже устал. Ну и потом пришло воскресенье, опять пошел на богослужение. И это было уже вечернее богослужение. И вышел брат там, старец, проповедовал. И мне вот такая ясная мысль. Ну или сейчас, или никогда. Вот я просто понимаю, мне надо либо сегодня выйти вперед и покаяться, либо я никогда это не сделаю. И я понял, что мне нужно принять решение. Я должен сегодня принять это решение. А в руках у меня был пакет, там Библия. И я, видать, от волнения стою на балконе, мну этот пакетик. А рядом сестричка, значит, была, женщина. И она поняла, наверное, что что-то у меня происходит. И она обращается ко мне и говорит, давай подержу. И это было для меня как бы все. Мне надо что-то делать. Я пошел с балкона, спустился, упал на колени. Знаете, я сказал те же самые слова, что дома сказал. Господи, прости меня, и вот тут произошло. То есть, что произошло, я не знаю, но помню этот миг. Вот что-то произошло, с колен встал, я другим человеком. Вот это и есть рождение свыше, когда Дух Святой входит в твою жизнь, он наполняет тебя. Я встал другим, у меня и так глаза узкие, а я прям улыбаюсь, я аж ничего не вижу. Счастье просто вот просто нахлынуло, просто ворвлось. Вот в жизни ты другой, ты тот же самый, но ты другой. Ты по-другому все это понимаешь. И знаете, что интересно? Эта сестра, которая держала пакет, до сих пор жива. Я уже верующий, 30 лет скоро как будет. Она живая, и мы с ней, она как видит, я ее всегда благодарю, благословляю ее. И поэтому вот так это произошло в моей жизни. И внимание, вопрос. А как вы думаете, а почему дома со мной этого не произошло? Какие есть варианты? Можно задать вопрос? Как вы думаете, а почему? Так, еще какие варианты? Вы затрудняетесь, боитесь неправильно сказать. Да здесь все можно, мы же пришли сюда не учиться, а не блистать своими знаниями. Ну да, верно сказала, по-моему, сестра. Многие сразу говорят, ну так в доме молитвы, место намоленное, не спорю, намоленное место. Но Бог прощает везде человека. А правильно сказала, я не принял решение. Я решил попробовать покаяться. Ну Бог, Он же личность, Он же не глупец, прости Господи. Это Бог. У Него есть свой юмор, у Него вообще все хорошо, целостная личность. И Он смотрел так на меня, ну пробуй. Я пробовал, пробовал. Но Он говорит, ну что я могу поделать? Ну пробуй еще. А когда я был в цели, я принял это решение. Я говорю, все, Господи, жить без Тебя не хочу. Хочу жить с Тобой, хочу вечно жить. И когда я принял это решение, Он меня простил. Вот и все, дорогие. И поэтому, кто еще не принял этого решения, вам нужно его принять. Ну если вы вообще хотите в вечности жить с Богом. Ну вот, все, аминь. Слава Иисусу, вовеки слава. Слушай, ну ты такие слова мне страшные, говоришь, слово есть. Ну мне столько слов, что... Ну ладно, я еще тогда несколько минут. Друзья, можно я вот не за ней, а вот здесь. Вот в Филиппинцам 4.4. Там есть такое слово. Послание Филиппинцам 4 глава, 4 стих. Вообще Павел интересные вещи там говорит. Я часто говорю на эту тему. Мне нравится. Может быть последние полгода очень часто использую этот стих. Да и многие другие. И там написано. Радуйтесь всегда в Господе. И дальше что он говорит? Еще говорю. Павел, ну ладно, ну сказал один раз. Ну хватит. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Вы знаете, мне кажется, что... Мы иногда перестаем ценить то, что дал нам Господь. Мы не умеем радоваться Божьей радостью. Но нам нужно возвращаться к истокам. Помните, когда ученики возвращались, когда Иисус их послал, они восхищались, говорят, Господи, и бесы нам повинуются. И знаете, вообще очень интересно. Иисус как бы их приземлил потом. Но я бы тоже, наверное, сразу не понял. Вот представляете, сколько пользы приносили апостолы. Они не просто исцеляли больных. Смотрите, им дана была власть. Они даже заходили на территорию врага. Они говорят, и бесы нам повинуются. То есть люди стенали, страдали. Вот бесноватые были. Но они могли помолиться, и человек освобождался. Человек получал освобождение. То есть это такое вообще, это мощь. Допустим, ну, просят, забеременеть не могут. Ну, хорошо, помолились, забеременели. Исцеление, ну, ладно, помолились. Не знаю, у нас этого в церкви... Мы просто как бы, может, флагами не машем этим. Как бы для нас это нормально. У нас уже как бы есть. А тебе забеременеть? А это к тому брату. А тебе это? А это? Уже знают. Они друг другу там передают. Я так уже понял. И дело в том, что это все срабатывает. И, ну, я просто один из тот братьев, кто молится за... Кто не может забеременеть. Ну, так получилось. Одни обратились, рассказали другим. Те пришли. Те... Я понимаю, что это не мое. Это делает Бог. Просто мы Его просим. И Он это делает. Как бы это здорово. Но представляете, когда есть власть, что весы повинуются. Это вообще. То есть какая еще больше может быть дана власть. Но когда они пришли к Иисусу Христу, Он говорит, вы не этому больше радуйтесь, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Смотрите, какой делает Он контраст. То есть Он как бы говорит, да, это хорошо. Он не отрицает, что это плохо. Он говорит, ну, вот этому радуйтесь. И, дорогие, когда мы покаялись, да, мы особенно радуемся вот тому, что мы спасены. Но проходит время, почему-то мы радуемся только каким-то другим вещам. Но мы не ценим то, что дал нам Господь. А Он хочет, чтобы мы радовались этому спасению. Радовались вообще, что осознаем, что мы Его дети, мы Его знаем. Он хочет этого. Если Он хочет этого, значит, Ему угодно это, значит, нам нужно это делать. Я мог бы вам еще там стихов 7-8 привести, где говорится о радости. Не знаю, он фессалоникийцам, да, там вообще текст как в телеграмме, пятая глава, там 16, 17, по-моему, 18. Всегда радуйтесь, ТЧК, непрестанно молитесь, ТЧК, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашим. Галатам, пятая глава, да, 20, по-моему, второй стих. Плод же Духа. Первое. Любовь. Второе. Радость. Третье. Опять радость. То есть, это плод Духа. То есть, что такое плод Духа? Это плод того, когда Дух Святой вошел в твою жизнь, результат того, что Бог к тебе, это любовь, радость, мир. Радость, это не хохотание такое, хотя, может, и такое бывает, но это легкое внутреннее торжество. Это огонек в глазах. Это внутреннее наслаждение от того, что я знаю Бога. Вот она, какая радость. И когда утром ты встаешь, начинай общаться с Богом и благодари Его за то спасение, которое у тебя есть. Вы знаете, я где-то поймал себя на мысли, не то, что поймал, размышлял. Сестричка, когда рассказывала, как она была в больнице. Вы знаете, кому-то из нас, может быть, кто верующий, уже 10 лет, может быть, 5, может быть, 15 лет. Может быть, как-то смотрели на сестричку, радовались. Ну, да, как бы здорово, как бы, может быть, улыбались чуть-чуть. Сестричка, вы молодец, вы умничка, вот что я вам хочу сказать. А вот ты, если ты так смотрел, как бы так, ну, как бы, ну, да. А ты можешь так? А ты сейчас внутри. Ну, я так раньше делал. Ну, раньше это, а сейчас можешь? А почему ты не можешь? Где ты потерял эту простоту? Понятно, что мы не везде должны быть такие. Может быть, положение у нас какое-то есть. Где-то мы должны быть серьезными, но не забудь, что ты дитя Божие. Будь перед Ним, как дитя. Радуйся, как дитя. Держись за Христа, как ребенок за мать держится. Держись за Него. Хороший ролик в интернете видел. Ребенок, значит, плачет. Отец остался с ним. Маленький ребеночек совсем грудной расплакался. И он берет футболку матери. Дал. И он так ее теребит, теребит и успокоился. То есть, он запах матери. Дорогой, ты должен чувствовать запах Бога. Ты должен жаждать это везде. Бывает, поплакать нужно. Тяжело там, погоревать. Ищи Бога, как этот младенец. Возлюбите, говорит, это чистое словесное молоко, как младенцы, говорит, вы его возлюбите. Это не потому, что у меня есть такое страстное желание читать Библию. Открою вам страшный секрет. У меня нет этого страстного желания всегда читать Библию. Ну, что у кого-то есть, я рад за вас. Но я понимаю мозгом своим, что ее надо читать. Это хлеб для моей души. Это хлеб моей жизни. И утром самый глупый вопрос, который ты можешь себе задать. Я вам скажу какой. Мы его все часто задаем. А хочу я сейчас Библию почитать? Конечно нет, я тебе сразу могу ответ сказать. И чтобы мне не спрашивать себя, просто себя не спрашиваю. Хочу я, не хочу. Просто беру и читаю. А если ты начнешь задавать вопросы, а хочу я вставать? Ну, конечно, не хочешь. А хочу я пойду? Ну, конечно, не хочу. Ну, может быть, когда-то ты хочешь. Поэтому не задавайте вопросы, берите и делайте. И будете получать благословение. Стяжайте Бога, держитесь за Него. Будем учиться радоваться в Нем. Наслаждаться им. Вы знаете, есть... Вот в первый класс идем. Основа какая? Первый класс. Это один плюс один, да? И вот эта вот основа первого класса, на этой основе зиждется второй, третий, четвертый, пятый класс. Там колледж или институт и так далее. Но все на этой базе, на первом классе. Дорогие, вот радоваться спасению, научиться радоваться спасению, это первый класс. Вот на этой базе это основа христианства. Когда ты радуешься спасению, это значит, ты просто... Ты сначала, ты христианин. Вот ты радуйся спасению. А потом ты там, ты там пастор, дьякон, ты там проповедник. Это все потом. Сначала нужно быть просто христианином. Радуйся Богу. Держись за Него. Учись радоваться. Не умеешь? Учись. Господи, ну как мне вот радоваться к Тебе? Ну знаете, для тех, кто не радуется в Боге, я хочу сказать, Бог ревнует. Приезжают тебе внуки, дети. Или ты машину купил, или еще. Ты как радуешься? Ты ходишь такой классно. Ну слушай, слушай, на сотку дешевле купил машина, вот, да. Или внуки приехали, и ты. Да вы мои хорошие. А в молитве. Слава тебе, Господь, что дожила я до сегодняшних дней. А почему ты с внуками так, а с Богом так? И Бог ревнует. Мы тоже должны радоваться и молиться так горячо, как мы рады видеть наших самых любимых. Потому что Он у нас самый любимый. Первая заповедь какая? Как Его нужно возлюбить? Всем сердцем. Еще. Разумением. Крепостью. Всей жизнью. Всей душою. Смотрите, вот это все говорится о человеке. Всем своим человеческим естеством я должен возлюбить Бога. Это включается и воля, и чувство, и разум. Ну какой пример привести? Ну давайте мы все тут, все романтики, все были молодые, все влюблялись. Вспомни себя, ты влюбилась, ты влюбился. Идешь на встречу, договорился в кино, не знаю, еще просто где-то договорился встретиться. Именно встретиться не просто с девушкой или с парнем, чтобы время скоротать, а ты сохнешь по нему или по ней. Ты боишься ее потерять. И вот когда ты видишь ее или встречаешь, что в тебе? Ты просто, ты таешь, у тебя глаза, у тебя сердце, у тебя давление поднимается, у тебя колодится все внутри. Было такое? Дорогие, мы так же и даже еще больше должны сохнуть по нашему Богу. Кто-то скажет, я так не умею. Учись! Вот он духовный рост. Расширяйте отношения с Богом. Приди сегодня домой, Господи, давай буду учиться, чтобы я тебя любил, чтобы я в тебя еще больше влюблялся. Это основа нашей веры. Это основа христианства, дорогие. Пусть благословит всех наш Господь, чтобы мы могли радоваться в Нем, чтобы мы были как дети. Но злое мы были бы младенцы, не обращали на что-то внимания, но проявляли бы свою любовь в слове, в деле, в посвящении, на работе, везде. И чтобы мы были способны, если надо быть серьезными, мы серьезные. Есть возможность быть, радоваться, быть как дети, мы будем как дети. Аминь! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу!